22 апреля пожарными расчётами Твери продолжалась проливка сгоревшего накануне здания Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны. Территория вокруг здания оцеплена военными. Набережная Афанасия Никитина от речного вокзала до Старого моста перекрыта. По данным правительства области, в 7.33 22 апреля зафиксирована полная ликвидация пожара. В официальном сообщении отмечено, что работы на объекте продолжались на протяжении всей ночи. Удалось избежать распространения огня на соседние здания и жилые дома. К тушению привлечены подразделения пожарно-спасательных частей. Задействовано более 240 человек свыше 60 единиц техники вертолёт Ми-8 МЧС России. 13 человек были госпитализированы в больнице города с места пожара. Часть пострадавших получает помощь амбулаторно. Ещё трое человек обратились за медицинской помощью вечером 21 апреля. Губернатор Игорь Руденя поручил правительству региона оказать всю необходимую помощь пострадавшим во время пожара. О причинах возгорания официального сообщения нет. По одной из версий, причиной пожара стал аварийный режим работы электросетей. 21 апреля мы получили официальные комментарии от сотрудников полиции по делу о браконьерской рубке леса в Сележаровском районе области. Как мы сообщали, силовики зафиксировали в лесу работу нескольких бригад. В рамках расследования уголовного дела полиция допросила более 10 свидетелей. Один из них – кувшиновский предприниматель Овшан Гусейнов. Он может быть причастен к организации незаконного бизнеса. По нашим данным, значит, будет привлечен к уголовной ответственности. В ближайшее время, скорее всего, в следующем месяце уголовное дело будет подготовлено к направлению в суд. Наследственное действие в стадии завершения. В начале апреля в репортаже патрульной службы мы сообщали, что уничтоженная в Сележаровском районе хвойной деловой древесины хватила на возбуждение уголовного дела. Часть третья статьи 260 Уголовного кодекса России. Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере группы лиц по предварительному сговору. Ущерб Осташковскому городскому округу, нанесенный черными лесорубами, составил почти 3 миллиона рублей. Вырубка леса, нам дали участок, сказали пилить, в кубаторе 50 рублей. Браконьерский бизнес был поставлен на поток. Задействовался целый автопарк спецтехники, грузовики для перевозки, трактора. Всё делалось оперативно, чтобы успеть. Для этого применялась самая современная техника, а в лесу проложили многокилометровые автодороги. Заготовленная древесина по этим дорогам увозилась в Кувшиновский и Торжокские районы, где и продавалась. Я вставил шансы, да. Документы все у него. Мы следим за ходом расследования этого громкого уголовного дела. Подробнее о борьбе с лесным браконьерством мы расскажем в следующих выпусках программы. Ранним утром 21 апреля при въезде на Восточный мост со стороны улицы Вакжаново перевернулся большегруз «Скания». Лежащий на боку муковоз затруднил движение автотранспорта. «Скания» ни с каким другим автомобилем не столкнулась. Просто водитель большегруза, мужчина 89-го года рождения, не справился с управлением. В аварии, по данным ГИБДД, никто не пострадал. На место опрокидывания прибыл пожарный расчет. На асфальт вылилась солярка.